Приветствуем, друзья! Смотрите «Холодильные новости» за вторник 21.05.24 на нашем канале. Состоялось в ЦВЦ Теревунов собрание Международной академии холода. Урал Креомаш разработает цистерну для перевозки и хранения сжиженных углеводородных газов. Первый мясной шаттл отправили по новому маршруту в Китай. Логистический центр за 8 миллиард рублей построят в Вологодской области. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость. Состоялось 21-м собрание Международной академии холода. 18 апреля 2024 года в Университете ИТЭМО на базе образовательного центра энергоэффективной инженерной системы состоялось 21-м собрание Международной академии холода и... и академические чтения, посвященные 300-летию Российской академии наук. Ежегодное собрание Международной академии холода позволяет проанализировать состояние дел и определить стратегические направления. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Уралкриомаш разработает цистерну для перевозки и хранения сжиженных углеводородных газов. АО «Уралкриомаш» входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» и ООО «Газпромгелийсервис» работают над созданием первого в России облегченного контейнера «Цистерны» для перевозки и временного хранения сжиженных углеводородных газов – СЭУГЭ. Новая модель предназначена для транспортировки неохлажденных сжиженных газов. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Первый мясной шаттл отправили по новому маршруту в Китай. Транспортная группа «ФЭСКО» и российский экспортный центр «Группа ВПРОФ» запустили новый рефконтейнерный сервис «Мясной шаттл» для отправки российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай. Сервис позволяет выстраивать оптимальные логистические цепочки и экономить транзитное время. Первый поезд с партией говядины производства агрохолдинга «Мирата» читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Логистический центр за 1,8 млрд вруб построят в Вологодской области. В Череповецком районе Вологодской области планируется строительство крупного логистического центра «Солманский». Об этом сообщила начальник Департамента экономического развития региона Светлана Астахова на совещании с участием временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Согласно планам, объем инвестиций в составе. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу. Субтитры создавал DimaTorzok